Ребята, сегодня мы начнем наш урок, конечно же, с круга радости. Давайте встанем с наших мест, улыбнемся друг к другу и похлопаем в ладоши. Здравствуйте, садитесь. Ребята, вы знаете, да, что 16 декабря мы с вами празднуем... Какой праздник? День независимости. День независимости. Так вот, 16 декабря исполняется 25 лет независимости нашего государства. Однако независимость – это результат борьбы казахского народа на протяжении многовековых веков. И сегодня нашей задачей является доказать, что восстание казахского народа является одним из этапов борьбы за независимость. Ребята, сейчас вам дается возможность перенести в эпоху 18 и 19 веков и подумать, какие же события повлияли на ход к тому, чтобы прийти к нашей независимости. Давайте посмотрим на доску. Нет, давайте посмотрим на доску. Там у нас дано задание. Смотрите, мы должны будем с вами указать восстание, когда они произошли, указать даты и их последовательность. То есть, какое восстание было затем, то есть, первое, второе, третье восстание и как их последовательность продолжалась. Давайте подумаем, на доску посмотрим. Видно всем, да? Хорошо. Так, подумали и скажем, какое же восстание было первым? Восстание Емельяна Пугачева с 1773 по 1775 годы. Такой вопрос. Кто такой Емельян Пугачев? Это один из предводителей тех времен. Его звали Емельян. Сразу хочу сказать, да? Он раньше служил в царской армии, да? А затем дезертировал. И его стали считать разбойником, да? Так, хорошо. Следующее восстание какое было? Восстание Сырыма, да, Тулуэ, это получается 1783-1797. В младшем жизни, да? Хорошо. Так, следующее восстание какое у нас было? Третье восстание по последовательности какое? В младшем жизни, это 1824-1837. Хорошо. Так, правильно. Следующее восстание. Восстание Сырыма, 1825-1836 годы. Хорошо. А кто такой Сырыма, кто нам скажет? Кто такой Сырыма, кто такой Сырыма? Сырыма, 1825-1837 годы. Кем он был? Это был брат Сырыма, 1825-1837 годы. Так, хорошо. Следующее восстание какое? После Исатая Тайманула и Мохамбета Учимисула. Это 1836-1838 годы. Это было восстание в Букеевской Орде. Хорошо. Следующее восстание. Так, следующее наше восстание. Следующее восстание. Ну? Следующее восстание Есет Катибаров, так, 1800... 147-1858. Ну, и последнее, да, у нас восстание. Чье восстание, Азиза? Это было восстание Досана Тажулы и Иса Климбаева, то есть 1707 год. Оно в 1870 году, оно проходило в Магистал. Молодцы, правильно. Вы указали все восстания верными. То есть эти восстания, конечно же, происходили вот именно в эти времена. Теперь скажите, что все эти восстания, может, объединяет? Что объединяет? Все эти восстания были за независимость, чтобы захватить все свои земли, то есть вернуть все свои земли. Хорошо, молодцы. Ребята, правильно, хорошо. Ребята, здесь я не включила одну дату. Какую же дату и о чем речь пойдет на нашем уроке сегодня, мы узнаем, просмотрев небольшой отрывок из видеофильма. Давайте посмотрим видеофрагмент. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все унесет Призвал он старших детей, русских И те с радостью кладут головы свои Пусть же вся молодежь от 19 до 31 года Как один человек, как одна душа, как одно синий шпот Это не восторг свои земляй тебе повстят И еще есть мы-то! Благодарю вас! Киргиз, то скажи мне, государь император Иди работать, иди защищать свое хозяйство И я бы с радостью взял лопату и пошел в Рытьяков Но, киргизы, не забывайте Я так же легко могу взять вас силой Как я беру эту фуражку Позвольте вас спросить, почтенный человек Вокруг чего мы будем рыть окопы? Прошу вас Ваше предоставительство Вокруг вашего хозяйства Хм! Хозяйства! Вот он, какой губернатор Они отныли на степ Они угнали нас, сланчаки А теперь говорят, иди, Мангельды, защищай степь Да, ты прав, батар Они отныли на скот А теперь говорят, иди, Серег, защищай наш скот А нещайли нас, как фуражка своей, губернатор А теперь говорят, вступай, защищай Вот я затем пришел Ой, батар! Попутин, поздравай! Попутин, поздравай! Попутин! 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 Пусти! Пусти! Пойди, дай путь! Матер! Прощай! 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 Прощай, мой платок, повяжи свою голову! Вести врага, чё ты его! Вот старик, мой сердце! Не плачь, не плачь! Я скоро... Прощай! Прощай, папа! Прощай, папа! Теперь скажите, пожалуйста, какое восстание здесь было показано? Национально-освободительное движение. Национально-освободительное движение. Национально-освободительное движение. Национально-освободительное движение. Это повлияло, конечно же, роль Первой мировой войны. Очень тяжелое положение было. Массовое изъятие земель. Перетеление русских крестьян. Конечно же, рост налогов. Политика руссификации. Это все мы знаем. Но самым основным поводом послужило что по движению? Указ о правительстве инороческого населения к тыловым работам. Правильно, да? Так вот. 25 июня, да? 1916 года. Вышел царский указ. О том, чтобы инороческое население отправить на тыловые работы. Сейчас вам задание такое. Следующий слайд. Вы, работая с источником. У вас данный в хрестоматии, да? Исторический источник. На странице 5 и 6 дан царский указ. Следующий слайд. Вы должны будете проанализировать исторический документ. Определить содержание указа и последствия его принятия. Также высказать свое мнение, почему царский указ о 25 июня 2016 года вызвал возмущение народа. Приступаем. Даю вам минуту на прочтение этого указа. И затем, конечно же, несколько минут на анализ. Продолжение следует... 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 И сегодня наручное мужское население от 19 до 43 лет, а потом туда все приходят, все кроме там, что-то, думают, что это туда, что-то, наручное население. Но заключалось оно в том, чтобы туда входили люди наручного населения, то есть в этот указ не входили те люди, которые были богатые, то есть русские, и те люди, которые, как бы, отстранялись от отчисловых работ. Не будут? Также освобождались должностные лица и, как бы, представители религиозных представителей. Также, ну, от этой службы отстраняй, бродячий инородцы, это получается, что-то в семье. Хорошо. Хорошо, правильно, да? То есть мы с вами определили. Возраст мужчин должен быть от 19 до 43 лет. Хорошо. Инородческое, то есть это не русские и не украинцы, да? Хорошо. Так, дальше. Освобождались кто? Которые служили где? Религиозных, да? Хорошо. Следующий слайд. Давайте посмотрим, правильно ли вы ответили. То есть, смотрите, по секретному приказу генералов губернатора Куропаткина, да, 23 августа 2016 года, конечно же, от набора освобождались. Это должностные лица, миши, полиции, причины, студенты, имамы, мулы и мудари, да? Правильно, да? Вы из источника информацию нашли. Хорошо. Теперь, ребята, скажите, пожалуйста, какую же территорию охватило это восстание? Это восстание охватило почти всю территорию Казахстана. Самыми основными центрами движения какие были? Крупные. Это циркальские и химилейческие конструкции. G5. Дороговато. Сколько он стоит? Следующее ваше задание такое. За сколько? Сейчас вы смотрите на доску. Работает с литературой, которую я вам дала. Вы должны будете определить центры и точки восстания. Продолжение следует... 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 Себя поставить, как думаешь? Зачем он мне сдался? Продолжение следует... 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 Наташи Кеева повешали на сутки. Хорошо, ребята, вы ответили правильно на эти вопросы, да? Теперь, ребята, скажите, вот можно ли назвать это восстание до 2016 года, что это тоже может, является этапом борьбы за независимость? Скажите свое мнение. Спасибо. 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 Восстание. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Поднимаете руку. Согласно критериям, о которых я буду говорить и показывать. то есть критерии оценивать данной работы. 13-15 правильных ответов. У кого есть, поднимаем руку. Вы отлично поработали на уроке. Так. 10-12 правильных ответов. Вы хорошо усвоили тему. 7-9 правильных ответов. Нет у нас таких, да? То есть, если 7-9, конечно, баллов, то вы, конечно, не до конца разобрались с правительной темой. И еще раз вам нужно ее будет прочитать. Но у нас таких нету, да? То есть все справились, она хорошо и отлично. Хорошо, ребята. Но в завершении, конечно же, мы с вами должны подвести итог. У вас на партах лежат вот такие вот небольшие стикеры. Каждый взял себе по одному стикеру. Написали свое впечатление о нашем уроке. И у вас будет такое вот небольшое задание, которое называется «Чемодан, мясорубка, картина». Вы должны будете выбрать соответствующий предмет, да? То есть, если вы все, что пригодится вам в дальнейшем полученной информации на уроке, хотите забрать с собой, вы, конечно же, свой стикер вешаете, где чемодан. Всю полученную информацию на уроке, конечно, которую вы будете перерабатывать, вы отправите в мясорубке. Ну и полученная информация, которая у вас была сегодня, то есть, которая вам будет думать, что она в дальнейшем не пригодится и вам ни к чему ее знать, вы, конечно, отправляете ее в мусорную картину. Если вы готовы, да? Ждем всех, конечно же. Увидимся. Спасибо. 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 Ну все, что мы написали. Теперь давайте пойдем и выписем ваши стекеры. Все, пойдем. Все, пойдем. Ваши стекеры, да, теперь посмотрев на доску, вы можете понять, да, как мы сегодня с вами провели наш урок, да. То есть большинство, конечно же, всю информацию, полученную на уроке, возьмут с собой, кто-то ее еще раз дома переработает, да, и положит себе, конечно же, в багаж своих знаний. Большое спасибо за урок. Я надеюсь, вам, конечно же, как будущим жителям, да, нашего Казахстана, который, поколение, которое будет, говорится... Астана не то, что... Спасибо за урок. Запись остановлена.